Примерно с октября прошлого года я пользуюсь вот этим замечательным Push 3. Мне он очень нравится. И так как это версия контроллера, у меня постоянно открыта программа Ableton на компьютере. На то, чтобы изучить workflow Push 3 плюс Ableton Live, у меня ушла примерно неделя, потому что это очень такая юзер-френдли, понятная программа. Ну и за последующие полгода я только усовершенствовал свои навыки. И вот в очередной раз я работал над одним проектом, и все, понял, что больше терпеть не могу. Пора высказаться, потому что есть такие моменты в этой программе. Это даже не ограничение Push, это ограничение самой системы Ableton Live, которые, в общем-то, заставили меня усомниться, а действительно ли это лучшая программа для битмейкинга, как говорят многие в интернете. Воу-воу, воу-воу, воу-воу. Я понимаю, что фанаты Ableton это очень серьезные ребята, но смотрите, я не ругаю эту программу, я просто сейчас буду говорить те моменты, которые меня удивили со знаком минус, да, не удивили со знаком плюс. Я не могу уже держать это в себе. Сейчас упомяну несколько моментов и зайду издалека. Самое такое вот сочное оставлю на потом. Непонятно на самом деле, почему об этом нигде не кричат в интернете, потому что я, когда вот только начал работать, я сразу в это уперся, полез это искать и пришел к тому, что этого, в общем-то, здесь нет или как-то сделано сложно. Работа в Ableton с сэмплами разделена на два таких разных элемента. Это Simpler и Drum Rack. Но уже здесь начинаются непонятки. Смотрите, я сейчас буду говорить все конкретно. У меня есть трек, который длится, ну, скажем, 3 минуты. Я его сюда загрузил, и, соответственно, открывается Simpler по дефолту. Окей. Кстати говоря, мы можем нарезать максимум 64 слайса. Здесь 128. Ну, ладно, это как бы правило игры. Тут я не сильно возмущаюсь. 64 так 64. И вот в треке есть у нас две такие глобальные части. Первая это там струнная мелодия такая. А дальше начинается, послушайте. Клавесин. И да, кстати, я сейчас работаю в Drum Rack'е. Это не Simpler. Потому что я уже из Simpler'а нажал конвертировать и поставил Drum Rack. Я сейчас быстро нарезал это в Simpler'е заново, чтобы не было никаких разногласий. И, собственно, вот у нас первая часть мелодии. Здесь вот так вот. И дальше у нас... Такой вот замечательный клавесин. Так вот, смотрите, прямо здесь начинается затык. Первая часть, она играет, ну, заметно громче. Чем вот это. Соответственно, что бы мне хотелось, это взять оставшиеся вот эти 16 слайсов. Пускай, скажем, у нас 16 это вот эти струны. 16 это клавесин. Я хочу взять вот эти 16 и только им прибавить гейн. Там плюс 5, например, децибел. Что-то такое. И я не могу это сделать. Давай микрофончик сюда. То есть какие у нас есть варианты. Да, я могу. Вот у меня есть ручка гейн. Я могу прибавить. Давайте вот плюс, там, например, 2,5. Но я прибавил гейн для всего. Мне не нужно для всего. У меня вот эти и так громко играют. Я, наоборот, их, может, хочу потише сделать. А вот эти погромче. И я не могу это сделать. Окей, мы можем это сделать в драмреке. Мы про это поговорим чуть позже. Но в симплере я не могу разделить эти слайсы по громкости. Почему? Я не знаю, про ворпинг сейчас поговорим или... Ну, давайте, закину удочку, да? Ворпинг это самое, что такое вот противоречивое в пуш. Потому что сам алгоритм, он очень крутой. Но вот как это реализовано, блин, вот слов не хватает. Короче говоря, да, ворпинг здесь очень классный. Вот я включил. И опять же, я не могу в симплере делать разный ворпинг для каждых кусочков. То есть, например, может, вот этот я хочу сделать длиннее. Вот этот. А вот этот хочу сделать короче. Нет, только вот одни настройки ко всему вот этому симплеру. Ладно, ну про ворпинг там дальше еще поговорим. Там еще интереснее будет. Из этого симплера я могу конвертировать все это хозяйство в драмрек. Я сейчас конвертировать не буду. Открою просто то, что у меня уже здесь сконвертировано. Собственно, вот опять у меня. Вот эти струны. И вот этот клавесин. Так как в драмреке каждый слайс это как бы отдельный симплер, все очень здорово. Я вот выбираю его, перехожу в симплер, еще раз нажимаю. И теперь прибавляю ему гейн, вот на плюс 10 прибавил. Но теперь мне надо зайти в следующий. Смотрите, сколько действий я делаю. Нажимаю симплер. Дальше кручу 10. У меня уже 10 стоит. Следующий сюда. Кручу 10. И мне как минимум 16 раз надо вот сделать то же самое. А здесь 16 раз я, например, хочу наоборот опустить это по громкости. Это что такое вообще? Это как такое вообще может быть? Более того, давайте продолжим. Если, например, я вот играю со своей мелодией. И понимаю, что меня не устраивает питч. Я хочу сделать это на минус 3 теперь. То есть... Что мне нужно сделать? Мне нужно каждый питч крутить отдельно. То есть смотрите. Я беру сюда. Нажимаю опять же симплер. Глобал. Минус 3 делаю. Теперь сюда. Ну вот здесь минус 3. Минус 3. Сюда минус 3. Опять же, я играю со своим треком. И понимаю, что вообще может в плюс 5 хочу питч сделать. Да, такое бывает. Окей. Кто-то из вас скажет. Юзеры Эйблтона, да. Так есть же, короче, такой способ, чтобы ты, например, поставил... Вот давайте сейчас минус 4, да. Вот мы сейчас берем и ставим ему минус 4. И как это сделать ко всем? А смотрите. Для этого нужно взять вот этот инструмент. То есть вы купили за 140 тысяч рублей Push 3 для того, чтобы брать мышку. А дальше вы делаете следующее. Там, где у вас питч, это еще найти надо. Вот у нас Transpose. Вы нажимаете сюда правой кнопкой мыши и говорите Copy Value to Siblings. Сюда к похожим бабац. Окей, сработало. Но опять же, вам пришлось оторваться от вашей замечательной железки. А это... Она железка. Она очень тяжелая, очень классная. Я обожаю Push. Мне он нравится. Но мне очень не нравится прерываться вот на это. И вы... МПС к себе притягивает внимание. Говорит, я уже разряжаюсь. Давай побыстрее ко мне. Окей, братан. Сейчас мы придем. Допустим, я согласен на эти ограничения. Ворпинг. Вот это вообще интересно. Точнее, это неинтересно, потому что это невозможно. Ворпинг, опять же, повторюсь, здесь очень-очень классный ворпинг. Сам алгоритм. Очень качественный. Но какой-то недоработанный в плане workflow. Потому что если я хочу включить ворпинг на вот эти, например... На вот эти струнные, да? А вот на эти выключить ворпинг. То мне придется делать это вручную. Потому что вот так, как с этим параметром, типа копировать на siblings, на похожие, уже не получится. Вот она, кнопка ворпинг. Например, вот первый пэт. Я его выключил. Но второй включен. Вот. На двух я выключил. Я правой кнопкой мыши нажимаю, и ничего не происходит. То есть нет возможности скопировать настроек ворпинга для всей вот этой программы. И если я изменю алгоритм ворпинга, то тоже нет. Вот здесь вот мы вот эти тоже не можем. Там x2 разделить на 2. Про вот этот мы не можем скопировать, к сожалению. И самая главная проблема, к которой мы сейчас перейдем. Мне вот уже не терпится, но надо прерваться на MPC. Потому что что это? Вы, может быть, и не понимаете, что в этом проблема как бы есть, да? Но смотрите. Вот сейчас мы немножко микрофон вот сюда. Переключимся на программу MPC. Терпеть не могу работать в этой программе. Но тем не менее. Обычно работаю стендалон. Здесь у нас такой же сэмпл. Давайте очень быстро просто сейчас нарежу. Вот получился такой же рисунок. Понятно, в Program Edit я могу поодиночке каждый слайс редактировать. То есть сделать их тише. А могу выбрать вот так вот Multiple. Вот они у меня все выбраны. И дальше я делаю с ними что угодно. Например, делаю тише. Все сразу. Видите? Вот эти 16 я одним нобом делаю тише. В свою очередь на банке B я сейчас убираю опять Multiple. Перехожу на банк B. Выбираю наш клавесин. Окей. И говорю, что клавесин мы делаем наоборот громче. Вот он стал громче. Вот эти все 16 пэдов. То есть те 16 остались с громкостью потише. А эти остались погромче. Выберем банк A. Вот мы все выбрали. Закрываем. И только банку A. Ну, в смысле вот этим 16. Вы можете выбрать 13. 7, я не знаю, да? И только здесь сделать ворпинг. Ну вот я сейчас специально плохой ворпинг сделал. Чтобы вы услышали, что он работает. Ну вот так, например, оставим, да? И теперь смотрите. Самая проблемная вещь. Это дальше. В клавесине. Давайте послушаем, как они играют без включенного ворпинга. Вы слышите, что такое большое запоздание идет. Пам-па-пам. То есть свинка как будто мы сделали. А я хочу ровный рисунок, как в оригинале. Пам-пам-пам-пам-пам. Соответственно, что мы делаем дальше? Я делаю ворпинг для всего. И настраиваю сейчас по звучанию вручную. Я сейчас прибавлю отдельно. То есть это звучит нормально. Так как я и хотел. А не вот так. И не вот так. Так запаздывает. Прям сильно запаздывает. Более того, я опять же выключаю Select All. И, например, вот только вот этот. Например, все у меня заворплены на 90 BPM. Это условное обозначение. А вот этот я хочу сделать чуть длиннее, чем остальные. Давайте вот прям сильно, чтобы вы услышали. Прям 100. То есть вот это видим 90. Вот этот длиннее. Вот этот у меня, вот этот прерывается. Давайте его сделаем длиннее. Еще длиннее. Не, не нравится. Ну, короче, вы слышите, да? Что я могу менять ворпинг для каждого кусочка в отдельности. И это не какая-то другая программа. Это не Simpler, Drum Rack или что-то. Это все в одном. И если я хочу применить это для, например, вот для этих, то я применю его для этих. Вот я сейчас для всех, для них сделаю что-то там другое значение. Это ужасно. А дальше продолжился ворпинг такой же, как был до этого. То есть это очень гибкая настройка. Мне это очень и очень нравится. И мне казалось, что, типа, ну так должно быть, как бы, да? Почему бы и нет? А теперь давайте посмотрим вот сюда. Все-таки придется подключить зарядник. Продолжаем. А теперь давайте запишем клавесин. Вот этот вот. Если вам кажется, что что-то здесь звучит не так, то вам не кажется. Вот этот свинг. А должно звучать как в оригинале. Пам-пам-пам-пам-пам. Значит, смотрите. Понятно, что в этом драмреке у меня включен ворпинг. И что я делаю дальше? Вот это самая вишенка на торте, которая меня просто взрывает мозг. И я не понимаю, почему никто об этом не кричит. Почему Ableton выпускает сейчас 12-ю версию, и там будет что-то типа революционно новое, а вот это революционно старое, почему-то они не делают. Самый главный вопрос. Почему здесь ворпинг только кратный двум? Либо умножить на два, либо разделить на два. Объясняю. Смотрите. Переходим сюда. Зажимаем. Ворпинг. Я могу выключить его. Вообще, давайте послушаем. Ну, я забыл, что надо для всех сделать. Слушайте, ну это сейчас долго будет. Вот, я для этих четырех отключил ворпинг. Мы слышим, да? Пам-па-бам-па-бам. Окей. Соответственно, для того, чтобы он играл ровно, мы включаем ворпинг. Обратно включаем. Но теперь у меня есть два варианта. Есть такие вот замечательные кнопочки. Х2 и разделить на два. Давайте нажмем на Х2. Здесь. Опять же, делают вручную. Понятно, что Х2 нам не подходит. Давайте тогда сделаем разделить на два и еще раз разделить на два. Послушаем, а вдруг? Что? Почему? Либо так, либо так. Где вот эти промежуточные значения? Почему я не могу подстроить ворпинг на слух вручную? И все. Вы понимаете? Либо умножить на два, либо разделить на два. Почему? Почему никто об этом не говорит? То есть здесь ворпинг крутится. Вот вы берете и вот прям настраиваете вручную там, да? Абсолютно любые значения. А здесь умножить на два, разделить на два. Только кратное двум, блин, почему-то. Окей. Супер продвинутые люди, которые сэмплят так же, как и я, скажут. Так ты делаешь неправильно. Тут другая как бы философия. Нужно нажать на Tab и нужно вот сюда перейти. Ребят, напоминаю, вот это стоит там, не знаю, тысяч 15 рублей. Вот это 140. И купив за 140 Push 3, который полностью как бы Ableton внутри. А я напоминаю, что за 240 ребята покупают Standalone вот эту вот Push 3. И у них вот этот вот ворпинг умножить на два и разделить на два. Что за бред? Но справедливости ради, давайте загрузим вот этот трек сюда и послушаем. Вот отсюда, где у нас клавесин. А он, собака, делает все хорошо. И он делает все офигенно. Это то, что мне нужно. И, соответственно, я могу подойти вот сюда, нажать там Split, например. Подойти вот сюда, нажать Split. Я, как вам и говорю, вот если вы вдруг мне... Вот не дай бог вы мне в комментариях напишите, что я там хейтер Ableton, что я там превозно... Как мне кто-то сказал в комментариях, типа, владельцы MPC всегда превозносят MPC. Я не знаю, кто там всегда и как. Я вот говорю просто, вот есть одно, есть другое. Я купил вот этот вот аппарат за свои деньги. Мне он очень нравится. Я просто показываю моменты, которые я в голове уже как бы не могу держать сам с собой, да. Ну, просто поделиться с вами. Вы, может, с такой же проблемой сталкиваетесь. Это сеанс психотерапии. Давайте так это называть. Ну, и понятно, что когда мы наложим бит, там все будет очень... Там все будет очень классно. Ну, немножко лишнего срезал, да. Давайте вот вернем сейчас. И мне приходится, короче, смотрите, я уже как бы проделал этот момент. Вот здесь он ворпит все просто супер, классно, чисто. Я и говорю, в Ableton алгоритм ворпинга в разы лучше, чем на MPC. Он чище, он там какие-то экстремальные значения может делать. MPC только может завидовать в этом плане. Но, блин, почему у вас есть такой классный алгоритм, и вы сделали x2 и разделить на 2? Это бредятина, как по мне, опять же, да. Я уверен, что в какой-то версии они уберут эту функцию, и это можно будет крутить вручную. Я уже подготовился, да. И вот эту версию я перегнал, что называется, вот в этот уже режим. Она у меня где-то здесь есть. Давайте найдем. Вот это играет так, как мне было нужно. Но для этого мне пришлось не то, что разделить, а вообще перейти в другой режим Ableton. А я на минуточку напоминаю, что здесь нет вот этого режима Session View. Вообще его тут не существует, да. Вот, поэтому вы покупаете себе девайс, и вот такой функционал для вас будет недоступен. Меня могут смотреть сейчас какие-то EDMщики, Хаус, Техно там и так далее. Ребят, я не знаю, почему вы смотрите, видео не для вас, наверное. Потому что у вас не будет таких проблем, скорее всего. Да даже те, которые делают хип-хоп такой простой. И опять же, это не значит, что это плохо, да. Хип-хоп бывает разный. Вы берете там какой-то сэмпл, бабах, все работает вообще, все замечательно. Но вот для такого подхода, если вдруг вы планируете посмотреть видео, вот это будет, может, для вас откровение. А вот здесь звучит все замечательно теперь. Естественно, я все это нарезал. Опять же, в симплере это у меня... Да, это у меня симплер вообще, потому что здесь все замечательно. И уже отдельно вот эту новую дорожку, как бы, да, я могу сделать по громкости, как мне нужно. Но здесь-то это делается все в рамках одного окна, что называется, да. То есть все, здесь ворпинг регулируется вот этими прям плавненькими значениями. Вот это мне очень искренне непонятно, почему в Ableton реализовано так, либо умножить на два, либо разделить на два. Это же великая программа, Ableton Live, это же великий пуш. Почему вот именно этот момент не доглядели, что называется, да. Вот такие мои были мысли. Напишите обязательно в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Наверняка вы с этим не сталкивались, иначе... А может и сталкивались, и вы напишите, типа, наконец-то кто-то заметил мою проблему. Ни в коем случае не пишите, что я хейтер Ableton, потому что я очень люблю работать на Push 3. Мне здесь все очень нравится. Понятно, что все девайсы разные. Вот здесь вот вообще Roland лежит запечатанный, который работает там еще по другому пути. Ну, хотя глобально по такому же. Я прекрасно понимаю, скажем так, сильные и слабые стороны всех девайсов. Но, блин, это же компьютерная программа. Это же должно тут так работать, а не работает. То есть ни тут, ни там это не работает. Только через Session View. Все, на этом буду закругляться, и вы можете посмотреть вот эти видео, где я показываю, как классно сэмплировать на Push 3 и на MPC. Обязательно посмотрите. Субтитры создавал DimaTorzok